Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Страна и Мир. Меня зовут Сергей Лукашевский и сегодня пятница и, значит, в нашем эфире разговор о Гранном с руководителем проекта РиРаша Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте! Добрый день! Сегодня, или даже точнее вчера, действительно, очень, без преувеличения, можно сказать, радостный за долгие эти темные дни и день. 16 человек, томившихся в российских тюрьмах, по разным, но необоснованным поводам освобождены на свободе Владимир Карамурза, Илья Яшин, Александр Скочеленко и Олег Орлов и многие другие. Это мы невероятно рады за всех наших товарищей, оказавшихся на свободе и вообще всех, кто получил свободу. На ваш взгляд, наверное, кроме того, что просто вместе еще раз порадоваться об этом, хочется все-таки поговорить и о политическом значении того, что произошло. Потому что эмоционально это, конечно, огромное событие, а политически? Ну и политически оно большое, потому что это очень необычное событие. И оно, конечно, очень важно и действительно очень радостно за тех, кто вышел из плена, за освобожденных заложников. И особенно я считал, что жизни Владимира Карамурзея и Ильи Яшина угрожает опасность. И то, что они, то, что эта опасность отступила, это очень большое событие. И я очень рад тому, что они находятся вне этой опасности. Но это все-таки такое радостное событие, оно, на мой взгляд, и в политическом смысле, и в каком-то этическом, и человеческом смысле, это не полная радость. Это частичная радость. Потому что мы должны не забывать, что не все заложники освобождены, и не все дожили до этого дня. И что политически, на мой взгляд, этот обмен прошел по замыслу, по сценарию Владимира Путина. И в некотором смысле, в политическом, он обозначает, что зло не побеждено, оно торжествует в некотором смысле. Я имею в виду, что двигателем этого обмена были две вещи. Это крайняя заинтересованность Владимира Путина в том, чтобы вернуть киллера Красикова из немецкой тюрьмы, и заинтересованность президента администрации США в возвращении своих граждан, которая повышала эту заинтересованность в предвыборных контекстах, которым администрации Байдена необходимо было продемонстрировать успехи. Эти два фактора, значит, создали это событие. Была взаимная заинтересованность. Но, как мы помним, в ходе... Это длительно развивающийся процесс, в ходе которого был убит Алексей Навальный. И это убийство, оно для меня является неотъемлемой частью истории обмена. Мы теперь довольно хорошо знаем некоторые детали тайминга. И мы знаем, что первый обмен готовился в другом формате, что так как невозможно было освободить Ивана Гершковича в обмен на Красикова, то для Германии был политически приемлем и такой обмен, у которого возникают некоторые политические резонансные темы, и в которые должен был быть включен Алексей Навальный. Об этом речь шла. И, собственно говоря, 6 февраля этого года Владимир Путин записал долгое длинное интервью с Атакером Карлсоном. И в этом интервью на 150-й минуте Карлсон благодарит президента за интервью и говорит, что у него есть еще один вопрос и спрашивает о судьбе Ивана Гершковича. И потом целых 7 минут Путин, в общем, объясняет, как он готов отпустить Ивана, и что весь вопрос в желании американской администрации приложить к этому усилию и надавить на Германию, чтобы она выпустила Красикова в обмен. Люди, как бы пристально следящие за российской политикой в этот момент... Да, интервью было записано 6 февраля, вышел в эфир 8 февраля. Люди, пристально следящие за политикой, в общем, даже без особого доступа к каким-то секретным информациям, знают слухи, что такой обмен готовится, и что в него включен Навальный. Он подразумевает Навального. Как мы теперь знаем, 9 февраля, на следующий день после выхода интервью, Шольц официально заверил Байдена, согласился, что такой обмен будет, и что Красикова Германия выдаст в обмен на Навального. Но ровно через неделю после этого согласия, через 10 дней после записи интервью, Навальный умер в тюрьме. Есть, конечно, какая-то микроскопическая, теоретическая вероятность того, что Тромб оторвался случайно в это время. Но, как бы, смотря на это более холодным взглядом, мы видим, что эта тирада в интервью Путина, которая, в общем, была не нужна, так как переговоры шли, и, как бы, понятно, что не это интервью повлияло на то, что на следующий день после него Олаф Шольц согласился на обмен. Это интервью, оно кажется, как бы, избыточным, это эскапада Путина, если вот все уже практически на мази. Но совсем не избыточным оно выглядит, если предположить, что в этот момент Владимир Путин знает то, что не знают Карлсон и Шольц и Байден и другие втянутые в вопрос люди, а именно то, что через 10 дней Навального не станет, у него оторвется Тромб. И что на самом деле придется обменивать Красикова на других политзаключенных без Навального. И эта история, она встроена в этот сюжет таким очень мощным образом, потому что на самом деле Путин показывает Красикову и другим своим головорезам и окружающим, что он способен вытащить из тюрьмы убийцу, посланного на Запад для убийства, и при этом не пожертвовав Навальным, убив Навального. И более того, сама ситуация того, что обмен надо продолжать, и надо продолжать. Да, еще после убийства Навального послышались такие разговоры в московских кругах о том, что вообще Путин настроен решительно, и что одним Навальным может дело не ограничиться. В скором времени у Яшина ухудшились условия содержания, его стали отправлять в ШИЗО тоже, как Навального, его как бы трек тюремный стал более похож на Навальновский. Путин явно создавал угрозу жизни других политзаключенных, которые в случае отказа от сделки тоже у них может оторваться Тромб. Так вот, эту конструкцию, ее, на мой взгляд, надо видеть и помнить, когда мы сегодня искренне радуемся возвращению и Ильи, и Владимира, и других людей, что не все заложники освобождены, и некоторые заложники потеряны. Ну вот, собственно говоря, мне кажется, важным видеть эту перспективу. И она демонстрирует, что у Запада, у мира, пока нет ответа на те конструкции, на те сценарии шантажа, которыми пользуется Кремль, и эти сценарии работают. А как вы относитесь к идее Дмитрия Муратова обмена российских политзаключенных на украинцев или вообще людей, содержащихся в украинских тюрьмах, за содействие российской агрессии? Насколько мы можем увидеть в будущем продолжение обменов уже в каком-то таком формате? Потому что второго Красикова, понятное дело, пока, слава богу, у Запада нет. Ну, мне кажется, что это действительно немультиплицируемая история. Как я уже говорил, существует, существовала сильная заинтересованность обеих сторон по разным мотивам возвращения конкретных людей. Байдену это необходимо было, эта заинтересованность возвращения американских граждан была усилена ведущей президентской кампанией. для Путина это был вопрос, ну, какого-то обещания. Да, он, по всей видимости, обещал, там, мы не знаем всех деталей взаимоотношения в кругу близких Путину силовиков. Но мы знаем, что Красиков входил в какой-то такой круг элиты, вот, ФСБшно такой спецназовской, и, по всей видимости, существовало некоторое обещание Путина этим людям, что он вернет Красикова. И в этом смысле, когда Путин устранял Навального, он избавлялся от собственной проблемы, потому что он должен был вернуть этим людям их друга Красикова, и он не мог им сказать, что он не может обменять Красикова на Навального. Но устранив Навального, он, как бы, решил для себя эту дилемму и добился этого. И в этом смысле я не думаю, что это может мультиплицироваться. Понимаете, это не акт какой-то доброй воли, не акт договоренностей, не акт каких-то переговоров. Это именно конкретный случай крайней заинтересованности двух сторон в том, чтобы это произошло по разным причинам. И вот этот мэч, он дает такой эффект. И более того, он заставил до некоторой степени Запад мягко прореагировать на смерть Навального, потому что необходимо было продолжать переговоры и продолжать сделку. И я ничуть не обвиняю в этом Запад, потому что считаю, как я уже сказал, что в жизни Владимира Карамурзы и Ильи Яшину угрожала реальная опасность. Но в то же время надо признать то, с чем мы имеем дело. И те реальные мотивы, и те реальные решения, и способы поведения которые мы видим в этой истории. И мы видим, что пока зло не наказано, оно делает то, что ему нужно. Да, и в комментариях, где сейчас рассказывают о ходе этих переговоров, звучало, что Германия долго отказывалась отдавать Красикова, поскольку это был действительно пример пойманного и наказанного убийцы, посланного другим государством. И это получается в большой степени такая же история, которую мы все время наблюдаем на Ближнем Востоке, где Израиль время от времени готов обменивать одного своего пледного солдата на сотни и даже тысячи заключенных представителей разных палестинских, радикальных и террористических организаций. И террор при этом продолжается. Вот в данном случае это будет восприниматься Путином как, ну не карт-бланш, но такое, по сути, торжество его стратегии, когда он раз за разом посылает убийца, а потом их вытаскивает. Да, несомненно, это так. И этот комментарий, который вчера дал Илья Новиков, адвокат Илья Новиков, который обратил сразу внимание на то, что возвращенные Красиков – это, вероятно, и новые жертвы среди тех врагов Путина на Западе, я совершенно с ним согласен. Это, безусловно, так. Путин должен был дать сигнал головорезам, профессиональным убийцам, которых готовят, чтобы они совершали такие действия, что это нормально, это работает, он будет дальше вытаскивать и будет захватывать новых заложников для того, чтобы обменивать их на тех, кого он пошлет кого-нибудь убить. В этом смысле, опять-таки, я хочу подчеркнуть, что силы добра, они проигрывают в этой ситуации, они проиграли в этой ситуации, потому что это не то, что мы добились какого-то прорыва, а это как бы там Запад вынужден играть по правилам, которые навязывает ему Владимир Путин. Да, может быть, такая будет не самая очевидная связка, но мне кажется, что эта стратегическая слабость обобщенного Запада в противостоянии Путину, мы ее же продолжаем видеть и на Российско-Украинском фронте, где за всю прошедшую неделю опять продолжалось довольно серьезное и последовательное продвижение российских войск, в особенности на главных направлениях в Донецкой области. Можем мы увидеть, не знаю, в ближайшее время какое-то изменение ситуации к лучшему, учитывая вот эти новости о том, что не хватает, у России не хватает войск, якобы вот задканалы об этом пишут бесконечно, Путин поднял единовременную выплату до 400 тысяч. Вот мы говорили, вы неоднократно говорили о том, что тот, кто наступает, он стачивает свои ресурсы. Вот стачила ли Россия свои ресурсы или она продолжает сохранять вот это свое стратегическое преимущество в войне на истощение? Ну, как мы действительно видим, что ситуация плохая, она ухудшилась серьезно за последнюю неделю, и мы видим, что, ну, насколько я могу судить по сообщениям, по тем, тому, что появляется в прессе, по комментариям различных аналитиков, ситуация ухудшилась, Россия развивает наступление и как бы развивает некоторый тактический маневр, к которому украина, украинские силы оказались недостаточно готовы и который создает вероятность значительного продвижения российских сил. Ощущение такое, что Россия и Кремль, и Путин считают, что вот у них есть это время до конца сентября, до начала октября, пока возможно, и это то, что тот рубеж, то те рубежи, которых они достигнут, это будут рубежи, на которых, скорее всего, начнутся переговоры. И в этом случае, как бы, ставки очень высоки для России, она готова бросать все больше и больше солдат в бой, она наращивает, как бы, резерв, так как не считается с потерями, пытается наращивать резервы людские, так как не считается с потерями. Вот, спешат за, как бы, то, что ты захватишь сегодня, скорее всего, это и будет твой ресурс на переговорах. Мы должны понимать, что речь идет о захвате, о задаче захвата полного освобождения, как говорят в российские пропагандистские, в российской, как это называется, в российской пропагандистской доктрины, полного освобождения Донбасса, то есть, и российские войска еще далеки от этой задачи. Я напомню, что в мае 22-го года официальные цели военной операции в Украине были изменены, и они были сформулированы, как освобождение, полное освобождение, там, Донецкой и Луганской областей. Эта цель до сих пор не достигнута, и даже вот те продвижения, которые мы видим в последние недели, и в последние дни, они еще далеко не приближают Россию к этой цели. Но это серьезное продвижение. Опять-таки, я считаю, что для Украины нормальным был бы расчет, расчет, при котором территории можно проиграть вот в таком объеме, если это наносит очень большой урон, и их завоевание наносит очень большой урон российской армии. И в этом смысле для меня не очевидно, как бы, равнодействующее это, да, то есть можно столько потерять вот при таком продвижении, что оно стратегически будет бесполезным. Но то, что происходит, то происходит. И мы все-таки видим какую-то, и как комментируют многие военные обозреватели, мы видим, что Украина не, украинские силы не готовы в смысле, как бы, подготовки укрепления укрепленных районов, они не готовы были к этому прорыву, и что к нему можно было подготовиться. Ну, мне трудно судить, но, как бы, такие рассуждения, они слышны. Вот такая ситуация. Я думаю, что да, что вообще, если говорить о какой-то общей картине, то есть ощущение, что с точки зрения командования и какой-то стратегии у Украины и ее союзников, они оказались не готовы к российскому наступлению, ну, меньше готовы, чем следовало. Они недооценили, что ли, его потенциал. Такое у меня есть ощущение. Да, вот мы сейчас после этого выпуска возьмем некоторую паузу с вами, поэтому хотелось бы, может быть, подвести некоторые итоги прошедших месяцев. Вот если посмотреть с этой точки зрения на то, что происходит на линии фронта и на эту войну, на истощение, которое фактически идет после не очень удачного украинского наступления летом прошлого года. Какие основные, то какие бы вы выделили основные моменты успехов и неуспехов как бы каждой из сторон, потому что, в общем, были разные в этом смысле такие плоскости противостояния, противостояние в воздухе, противостояние в Черном море. Какая, на ваш взгляд, если посмотрите, в диапазоне нескольких месяцев складывается ситуация сегодня? Ну, мне кажется, что, действительно, мы на август, может быть, возьмем паузу. И в этом смысле, мне кажется, важным даже не несколько месяцев, а взглянуть на весь сезон вот с прошлого августа до нынешнего августа, на этот год. И этот год действительно был таким очень тяжелым для Украины и для западной коалиции. И это был год проигрышный. Это был год проигрышный, который в значительной мере, на мой взгляд, изменил вообще ситуацию в мире. В предыдущий период, с начала вторжения, российского вторжения, до весны примерно 23-го года, он проходил под знаком таких, при том, что, как бы, ситуация была для Украины тяжелая, он проходил под знаком некоторых позитивных каких-то сдвигов. Это было и неожиданное такое единство Запада в желании поддержать Украину на протяжении вот 22-го года. Это было и неожиданная стойкость и сила украинской армии, которая сопротивлялась вторжению. И это была неожиданность, приятная неожиданность в отношении того, насколько тяжело развивались события для российской стороны. И с точки зрения организации фронта, и с точки зрения набора людей, и с точки зрения вооружений. И это все создало, с одной стороны, прорыв украинской армии, которая отбросила российскую на многих направлениях, а с другой стороны, завышенные ожидания, связанные с украинским контрнаступлением. Дальше у нас происходит перелом, в котором все меняется, потому что выясняются две вещи. Выясняется, что Россия способна мобилизовать ресурсы для войны на истощение, а Запад недооценил тех ресурсов, которые ему необходимы, которые необходимы Украине для того, чтобы противостоять войне на истощение. И, собственно говоря, весь конец 23-го года и первой половины 24-го года проходят под знаком этой неопределенности. Того, что Запад не может предоставить ресурсы, которые достаточны для противостояния вот той новой путинской России, той новой, тем новым российской армии, которая создана уже во время войны. И тем ресурсам, которые вложены в это. Эта неготовность, она проявляется в такой раздвоенности Запада, которая, на мой взгляд, привела к очень большому сдвигу в международном контексте. Запад не готов затратить эти ресурсы. Он сомневается в том, нужны ли они, нужны ли эти траты. Есть разные точки зрения, нет какой-то воли единой. И это привело к такому взгляду мира на то, что происходит, изменению этого взгляда. И к убеждению, что да, Путин был прав. Запад не готов защищать тот порядок, не готов защитить тот порядок международный, который существовал до войны. У него, он сомневается, нужно ли ему это делать. Он считает, что нужно делать, но в то же время не готов тратить ресурсы, не готов к перспективам эскалации. Он политически выглядит слабее. И в результате мы видели такой, как бы, происходящий сдвиг, что, с одной стороны, на протяжении, если в 22-м году, до начала 23-го года, даже до начала 23-го года, мы, аналитики, говорили довольно уверенно, что нападение Путина на Украину привело к мобилизации НАТО, мобилизации Запада. То на протяжении этого года, этого сезона, мы видим, наоборот, какую-то демобилизацию, неуверенность, расколы. И, наоборот, возрастающее политическое влияние так называемого глобального юга, который, вот, к концу этого срока, к весне, к лету 24-го года, довольно уверенно выступает в качестве силы, которая выдвигает себя в качестве переговорщика на будущих Украинах и выступает со своей повесткой миротворческой, как бы отодвигая западную коалицию от этой функции, значит, главного переговорщика. И это все свидетельство, результат этой неуверенности, этих сомнений внутренних Запада. И мне кажется, что усиливающаяся поляризация на Западе, внутриполитическая поляризация, тоже на некоторой степени, ну, здесь непонятно никогда, что курица, что яйцо, где курица, а где яйцо, кто из них сначала, а кто потом, кто источник, кто результат. Но, во всяком случае, мы видим, что эта неуверенность, эти сомнения, они усиливают внутренние расколы, внутриполитические расколы, внутриполитическую поляризацию и в Соединенных Штатах, и в Европе. Это такой, как бы, глобальный итог этого года, как мне представляется, этого сезона, сезона неудачи. Остается только, как бы, ждать и смотреть, как будут развиваться события в том или ином сценарии развития ситуации в Соединенных Штатах, исхода выборов, я имею в виду. И, но есть такое острое ощущение, что здесь есть вопрос воли, причем вопрос воли – это не то, что, как бы, ну, вот, слабохарактерные люди, они чего-то не решаются на что-то. Вопрос воли, он в другом. Это вопрос убежденности в некоторой доктрине, вопрос убедительности этой доктрины, вопрос того, как ты можешь, насколько ты можешь мобилизовать избирателей населения поверить, чтобы они поверили в эту доктрину, в важность происходящего. И вот здесь, как бы, Запад демонстрирует некоторую такую фундаментальную слабость на протяжении последнего года, как мне представляется. И это просто важно отметить, это может быть не всегда, это может переломиться в какой-то момент, но пока это так, и это раздвоенность, неуверенность в себе, неуверенность в отсутствии решимости и, как бы, готовность компенсировать словами отсутствие каких-то, ну, реальной готовности заплатить за это ресурсами, это разрушительно для самого Запада, оказывается, да, потому что мы видим, как Запад говорит, мы будем поддерживать Украину. И тут же, когда возникает вопрос, а вот как вы будете финансировать эту поддержку? И там ничего не происходит, там видно, что есть план, как можно это профинансировать. Да, он требует этой издержки, но если вы, чтобы ответить на эти слова делами, и чтобы подкрепить их чем-то реальным, вам нужно думать про эту издержку и принимать решение, либо вы ее несете, либо не несете. А вот эта готовность, как бы, заявлять, попытка заявить на словах, что мы, да, мы все сделаем, но при этом мы знаем, что у нас нет ресурсов, и мы не знаем, у нас нет плана, откуда их достать, и те варианты, которые существуют, нам они кажутся слишком тяжелыми. И это состояние, эта двусмысленность, она формирует такой некий новый облик Запада в глазах и периферии, то есть и глагобального юга, и в глазах значительной части людей, которые составляют часть этого Запада и которые в чем-то там оппонируют ему изнутри, они тоже видят эту нерешительность и это подсхождение между делами и словами, отсутствие воли и реальной стратегии, которая является не словесной стратегией, а продуманной стратегией на какой-то срок. Это такое ощущение, я терпеть не могу такие российские разговоры про то, как Запад не делает не то, он должен был бы делать то, он должен был бы делать то, и для этого просто надо вот решительно там... Нет, это гораздо сложнее история, она политическая история, она про большое событие, но в течение этого года позиции Запада как бы в мировом раскладе, они очень сильно ослабли. Мы видим не столько... как бы реальное продвижение российских войск на Украине, оно не столь значительно за этот год и могло бы быть, можно было предположить, гораздо худшее, учитывая то, что помощь прерывалась на полгода и всю атмосферу усталости Украины, и проблемы Украины с новым набором и с моральным духом страны, которые существуют на третьем годе войны. Поражение... как бы отступление Украины и ее неудачи, они могли бы быть и больше за этот год. Они не так значительны, они вот только развиваются в последние месяцы, в последние недели. Но западная коалиция, ее имидж, ее положение в мире, ее вес резко за этот год сжались. Таково мое впечатление и мое... мне кажется, что это один из главных итогов этого года. Можно ли сказать, что самые последние события последних месяцев и решения, принятые на саммите НАТО, показывают, что Запад все-таки нашел некоторую механику согласования помощи Украины по Украине и, собственно, общих действий, что может быть эта машина работает не так эффективно, как нам бы хотелось, но, наконец, она как-то была запущена? Нет, у меня нет такого впечатления. Наоборот, мне кажется, что... Вот прямо наоборот. Запад ищет эти пути, есть определенные продвижения, но фундаментально нет, это не решено. Понимаете, вот там Запад принимает решение на встрече семерки о том, чтобы предоставить 50 миллиардов, значит, Украине. Это очень хорошо, но мы знаем, что механизм не выработан и что существует конфликт по поводу того, как это должно происходить, кто что будет финансировать, кто как будет давать этот кредит. Мы знаем, что для того, чтобы нарастить свои возможности в собственном вооружении и вооружении Украины, Западу, в частности, Европе, нужно принять некоторые кардинальные решения. Кардинальные решения по механизму финансирования и есть схема, предложенная, как это может быть решено, просто там есть четкое законодательство внутреннее, в частности, в Германии, которое не позволяет увеличить эти расходы вот таким простым решением. Есть схема, как можно это сделать, быстро нарастить финансирование через заимствование, но решение по ней не принято. И мы понимаем, что вы не можете решить задачи военные, которые стоят перед Западом в помощи, в наращивании собственной безопасности и помощи Украине одновременно, без того, чтобы задействовать какие-то ресурсы, новые ресурсы сюда привлечь. Но так как решений по финансированию этих ресурсов нет, то это не будет сделано, это не может быть сделано, прежде чем не будут приняты эти кардинальные решения. В этом смысле как раз мне кажется, что все продолжается, продолжается неуверенность, продолжается это расхождение между продекларированными целями и наличием согласия по тому, как эти цели будут достигнуты. Другая часть, можно сказать, другой фронт, который мы наблюдали все это время, фронт санкционный. Мы с одной стороны все время получали новую и новую информацию о том, как Россия удается обходить западные санкции, но с другой стороны и то, что мы видели о том состоянии российской экономики, ее функционирование, тоже при этом показывает, что все время приходится искать какие-то новые инструменты для преодоления, для купирования системных проблем, вот как последнее решение на прошлой неделе Центрального банка о новом повышении ставки. Вот если тоже посмотреть на всю эту ситуацию в течение года, что мы видим, в какой степени путинский режим будет продолжать и дальше иметь ресурсы для этой войны на истощение? Да, действительно, это еще один такой важный фронт, и здесь происходит своя такая сюжетика, здесь имеет место своя сюжетика, достаточно необычная, необычная, но фундаментально мы можем сказать так, что фундаментально то, что произошло с российской экономикой, это результат следующих факторов. Российское правительство задействовало доходы от торговли нефтью в полном объеме, то есть если раньше у него был все время резервный фонд, некоторый, в котором она часть доходов от торговли нефтью сохраняла, то теперь оно, с одной стороны, получило очень большие доходы в 2022 году, а с другой стороны, повысило планку использования этих доходов. И это дало стимул экономике. В основном этот стимул был имен нерыночный характер, имел характер целенаправленных бюджетных трат. У этого стимула были такие вторичные эффекты, когда он подогревал потребление и инвестиции в гражданских секторах, и рост экономики, который мы наблюдаем, он, значит, раздваивается на две эти части, вот на прямой стимул, который дается военно-промышленному комплексу и инфраструктуре, и инфраструктурной сфере, и их эффект, вторичный эффект в потреблении и наращивании инвестиций в некоторых невоенных секторах экономики. При этом эта ситуация, она создала эффект перегрева, эффект перегрева, усиленный перегревом на рынке труда, большим дефицитом рабочих рук и готовностью платить за них гораздо больше, гораздо больше, чем раньше. Все это имеет место, и этот эффект исчерпаем. Этот эффект исчерпаем, потому что если вы дали вот такой стимул экономики, увеличив уровень расходов, ну, это даст эффект, но это вряд ли будет воспроизводиться все время. Нужно, чтобы закрутился механизм роста гражданских отраслей, зависящих от рынка, да, и он создавал такой вторичный стимулы роста. Это происходит в малой степени, и в этом смысле, скорее всего, эффект повышения уровня использования нефтяных доходов в текущем времени, он будет исчерпаем, и он перестанет стимулировать рост через какое-то время. Что касается санкций, то здесь есть два долгоиграющих важных фактора. Первый фактор – это общая ситуация на мировом рынке нефти и энергоносителей. Для того, чтобы ограничить доходы Путина, нужно прежде всего, чтобы на рынке образовался профицит. Иначе это очень сложно сделать, и никакие санкции, как мы видим, не помогают. Потому что, как бы, если цена на нефть высока, если есть дефицит на рынке, то, как бы, ну, доходы от обхода санкций, они перевешивают риски. И, более того, как бы, исключение какой-то части российской нефти с рынка при помощи санкций, оно ведет к росту цен, которые компенсируют это исключение. Поэтому вопрос, фундаментальный вопрос – это вопрос о том, дефицит или профицит на мировом рынке нефти. Второй вопрос – это про санкции, про финансовые санкции. И мне кажется, что эффект финансовых санкций, он нарастает, и он делает российскую экономику менее устойчивой. Мы видим, что Россия лишена доступа к резервным валютам и вынуждена использовать в качестве резервной валюты юань, что является фактором неустойчивости, макроэкономической неустойчивости. И мы видим, что эффект вторичных санкций, то есть эффект имплементации, вы можете ввести санкции, а потом у вас возникает дилемма, насколько вы строго за ними следите. Здесь есть какая-то шкала от такой крайней строгости, абсолютной строгости до полного невнимания к тому, как ваши санкции имплементируются и как их обходят. Мы находимся где-то посередине, очень жесткий вариант, он сложен, потому что он может вызывать эффекты дефрагментации, да, когда там и конфликта с Китаем, который не нужен обеим сторонам на данном этапе, в такой степени. Но как бы постоянное создание новых барьеров, постоянное создание новых угроз, особенно в банковской сфере, оказывается достаточно эффективно. И мы видим, что это становится фактором, макроэкономическим фактором для России. Это гонит вверх цены, потому что импорт не растет. На фоне роста экономики импорт сокращается. И эта ситуация неправильная, значит, не хватает товаров для покрытия внутреннего спроса, значит, растут цены и сбалансированность увеличивается. До какой степени это может дойти, ну, пока непонятно. Пока это не выглядит какой-то критической угрозой. И есть даже признаки некоторого восстановления импорта, которые появились, во всяком случае, в середине лета. Но, как бы, ну, посмотрим, к осени будет понятнее эта динамика. Во всяком случае, как бы, такие сигналы паники со стороны бизнеса, они слышны российского бизнеса и даже российских регулирующих органов, что ситуация серьезная. Но, что еще я хотел сказать, вот, продолжая линию еще доимпортную, продолжая тему, мы видели позитивный эффект этого, этих дополнительных вливаний в экономику, связанных с тем, что гораздо более высокая планка использования текущих нефтяных доходов установлено, и эти деньги достоймились в экономику. Если этот импульс будет исчерпан, в то время как цены, цена труда, цена ресурсов значительно выросли, и возникнут дополнительные ограничения с точки зрения импорта, это все может обернуться для экономики спадом. Это может обернуться спадом, и сейчас, как бы, об этом все больше говорят экономисты, и в этом смысле возможно, что следующий сезон в экономическом смысле будет очень не похож на предыдущий. Но, опять-таки, мы знаем, что здесь много факторов. Например, если цены на нефть еще подрастут, то это можно будет компенсировать, это может быть отложенный эффект. Но, в общем, как бы вероятность перехода российской экономики в следующем сезоне в совершенно другое качество, она существует. Вот в этой ситуации мы одновременно наблюдали рост экономического оптимизма в обществе, несмотря на вот эти разнооправленные в реальные тенденции, в реальной экономике. И вообще, похоже, что российское общество, при том, что число таких последовательных сторонников войны, как мы тоже знаем из запросов, не увеличивается, тем не менее, оно действительно неким образом, к сожалению, нормализует эту войну, уходит с себя, не обращает внимания на агрессию, на участие своих же сограждан в этой войне. Вот в этом смысле прошедший год и общественная реакция на него, насколько понятно, что бы хотели увидеть мы. А вот если посмотреть на власть, насколько власть довольно удовлетворена реакцией общества на собственную политику? Вот Z-комментаторы все время говорят, что общество неправильное, и что люди смеют жить, как ни в чем не бывало. С другой стороны, власть усиливает репрессии. Насколько сами власти опасаются общественной ситуации, или наоборот, их, та динамика общественная, которую мы наблюдаем, более чем устраивает? Это очень хороший вопрос, и это очень важная тоже такая история, которую мы наблюдали, и которая за последний год стала все более выпуклой. Мы наблюдаем вот эту путинскую военную Россию, военный патринизм, и это такое двухголовое чудовище. У него две головы. Это некий симбиоз мобилизованного полутуталитарного государства и мафиозного государства. И мафиозное государство, и мафио-стейт, это такой распространенный термин, не общий принятый, но достаточно распространенный, который описывает некоторый политический уклад, политэкономический уклад, который не только в России существует. И это мафиозно-картического государства и мобилизационно-туталитарного. И вот эти две неполноценные головы, они, значит, выросли на этом монстре, и это довольно необычное сочетание, необычное такое двусмысленное, двойственное образование, как бы судьбу которого мы еще будем наблюдать, и она не во всем видна. Но эти два состояния, они находятся в конфликте. Они находятся в некотором конфликте, ну, в латентном, в таком конфликте, в смысловом конфликте, который мы уже обсуждали, который хорошо виден на истории с отношением общества к тем, кто воюет. Мы говорили о том, что после того, как была придумана новая система контракта, где это реальная система контракта, которая дает очень высокий доход, если ты идешь, подписываешь этот контракт, ты идешь в солдаты, ты сразу взлетаешь в смысле социальном. Но одновременно она сосуществует, эта система коммерческого контракта с вот такой риторикой Отечественной войны, такого турбопатриотизма, такой мобилизации, риторикой мобилизации общества. И это, конечно, не согласуется, это создает внутренний конфликт в сознании обывателя, который как бы не понимает, как к этому относиться, и у которого паттерн Отечественной войны как бы превратил Отечественную войну в колониальную. Это вот лозунг этого года. Если начиналось с того, в прошлом еще сезоне, в первой половине 23-го года, речь о том была, что надо там все для фронта, все для победы, нужно мобилизовать как-то людей, нужно как... То сейчас эта проекция на Отечественную войну, она ушла, а осталась война колониальная. Вот за большие деньги можно пойти завоевывать Украину. И это такой другой совершенно паттерн. Это не то, что защищать Отечество, это выбор конкретный в пользу денег и конкретного рода деятельности. Ну вот, эта раздвоенность, она существует, эта раздвоенность, она является таким фундаментальным качеством этого военного путинизма. Это не мобилизационный режим, это режим, у которого два режима. Такой мобилизационно-тоталитарный и маршиозно-криптократический. И их существование определяет динамику и какие-то будущие конфликты, развитие которых мы увидим в следующем сезоне. А когда вот уже 7 человек арестованы из руководства Министерства обороны и близких с ним компаний, это такой поиск баланса между этими двумя головами? Нет, это совершенно конкретная история, про которую мы тоже часто говорили. И это история захвата как бы спецслужбами Министерства обороны. Это такая чистка, такая, если вы помните, была история в начале 2000-х годов, как называлось, оборотни в погоне, погонов, когда захватывали МВД чекисты. Тоже была там страшная чистка, там и этот оказался коррупционером, и этот оказался, ой, какой ужас, какой кошмар. А здесь что творится? Боже ж ты мой. Это совершенно, как бы, понятное. Путинский режим практиковал такие захваты на разных уровнях, в разное время своего существования. Захваты региональных администраций, когда, значит, их надо было очистить от местной элиты и поставить туда своих, ну, каких-то выстроенных под вертикали власти людей. Захваты ведомств, корпораций. Нормальная история захвата. И Белоусов в качестве такого лица, такого, как бы, приемлемого, компромиссного лица, это тоже классика, потому что главное, что происходит, это происходит за его спиной, а он человек без команды сам, и он лишь, ну, некоторое дает лицо, прикрывая то, что происходит за ним. То есть, фактически, мы видим просто последовательное продолжение той же самой тенденции, которую мы наблюдаем все 25 уже почти путинских лет. Ну, нет, не так нельзя сказать. У нас совершенно другой режим в связи с войной. Он очень сильно трансформировался у него. Более того, у него очень сильно изменился вообще состав элит и система мотивации элитных. У него совсем атрофировалось, ушли те, кто работали как бы на двух рынках, на российском и на западном, да, одновременно. Это была очень важная составляющая этого режима и его такая опора. И у него ушли те, кто привносили какой-то модернизационный элемент в него за счет более, там, каких-то интеграционных отношений с Западом. У него, он потерял, с точки зрения элитной, управленческой, очень большие отряды. Даже они могли не убежать, но их роль настолько маргинализовалась, их возможности настолько сузились и их возможности атрофировались, да. Ну, вот, скажем, например, если вернуться к Центральному банку, как бы Эльвира, Навиулина и руководство Центрального банка продолжают ту политику, которую они выработали в 2010-м, в 2010-е годы и следуют этой макроэкономической доктрине, но иногда задумываешься, а что, собственно говоря, это все значит в новых обстоятельствах, новых фундаментальных ограничениях и условиях для экономики. Если у тебя нету резервных валют, которыми пользуется весь мир, то так ли надо выстраивать макроэкономическую политику, как ты это делал, когда это было все, и у тебя были доступы, другие доступы к финансовым рынкам, и другая, мне непонятно, это какое-то, мне кажется, что вот то, что та политика, которая, это такой бумажный тигр сегодня, он все равно, он все равно не работает так, как все это должно работать в нормальной ситуации, и другие принципы формирования бюджета, другие цели у правительства, они, это все как-то не, это все выглядит так же, да, а за этим фасадом, там уже совершенно другое содержание, и мне представляется, что как бы ухудшение, ухудшение механизмов и принципов, которые лежали в основе путинизма и его управленческой модели, и его бизнес-модели, оно огромное, оно скоро, ну, оно скоро появит себя, ну, вот, вы знаете, этот самый, как мы знаем, Рольф был национализирован, и отнят у Сергея Петрова, и там вот этот вот некий человек, который называется Кремлевым, он теперь им руководит, и мы читаем разговоры этого Кремлева, его интервью коммерсанту, ну, мы видим, что этот человек, что он ничего не понимает еще в этом бизнесе, который несет пургу полную, что будет с Рольфом в результате, как это все трансформируется, то же самое, там таких примеров много, мы видим, как люди получают активы по политическим мотивам, эти активы были созданы какой-то, каким-то длительным трудом, длительным усилием, какой-то конкуренцией, да, очень острой конкуренцией, а теперь люди это получают за даром, и только за, как бы, как представители некоторых, некоторых групп влияния, как они будут этим управлять, что это в результате, в чем это закончится, вот Андрей Яковлев, экономист Андрей Яковлев, статья на Ри-Раши, которую мы недавно обсуждали, он обращается к этой теме также, и он считает, что, как бы, из его рассуждений вытекает, что придется, как бы, прибегать гораздо большему вмешательству в экономику, такому централизованному, и переходу к мобилизационной модели, то есть, к такой накачке кредитными ресурсами экономики, и это, мне кажется, все весьма вероятно, потому что, как только вот был импульс, который экономике очень помог, мы обсудили с самого начала, в чем он заключался, в том, что мы меняем планку, как бы, денег, которые мы в экономику, на текущие расходы пускаем, сменили, этот импульс кончился, дальше что делать, и дальше начнутся, этот импульс кончился, экономика тормозит, непонятно, что происходит, бизнеса, которые переданы по политическим мотивам, они в плохом состоянии, им нужна помощь, и мы, надо им помогать, потому что это, как бы, политический проект, что вот они будут нормально работать при новом собственнике, старого, непатриотичного мы выгнали, а патриотичному отдали, и не может бизнес хуже работать у патриотичного собственника, чем у непатриотичного. Значит, они должны работать лучше, значит, им надо помогать. И это все втянет правительство в такую новую экономическую логику, в которой затраты будут оставаться на, больше затрат будет оставаться на государстве, а прибыли не будет. В этом смысле это, конечно, не продолжение того, что мы видели 25 лет назад. Многие вещи, они как бы, ну, они похожи, они тянутся оттуда, но когда изменился баланс, то это превращается в нечто совсем другое, и сегодня, возможно, такие какие-то отвязные действия и в бизнесе, и в управлении, которые бы не были, возможно, до войны никаким образом, и сегодня можно нанести и наносится такой вред там науке, просвещению, какой-то социальной, публичной сфере, который, он колоссальный, и он обернется тем, чем он не может не обернуться. Если вы выдумываете свою историю, вот отхок выдумываете эту историю про вражду России с Западом, про то, что вот мы, это некоторый мираж, в котором вы некоторое время поживете, пока не поймете, что оказались в каком-то, в какой-то заднице, и что все не так, что это все не работает. Большое и неприятное будущее, мне кажется, у этого нового режима. Да, давайте я в заключении попробую подвести краткий итог, а вы скажете, так примерно или не так. Мне кажется, что вот этот прошлый сезон, прошедший год, он показал примерно следующее. Обе стороны, в общем-то, пережили шок от того, что эта война превратилась в войну на истощение. Обе стороны были к ней изначально, по большому счету, не готовы. Российский режим за счет своей авторитарности и полутоторитарности сейчас тактически оказывается в более выигрышном положении, чем Запад. Он как бы быстрее, поверхностно быстрее перестраивается и, казалось бы, может там резко концентрировать ресурсы и бросать их, не считая, в бой или заливать наоборот заказами экономику. Запад за это время, к сожалению, не нашел какого-то специального творческого выхода из этой ситуации, но при этом в целом мы можем полагаться до определенной степени на то, что вообще устойчивость Запада как системы демократической и экономически либеральной и, опять же, невероятное упорство и стойкость Украины в военном отношении все-таки позволят удержать ситуацию так, чтобы те негативные процессы, которые неизбежно развиваются внутри вот этой перекособочной российской системы дали о себе знать и, в общем, в итоге привели, если не к падению режима, то, по крайней мере, к окончанию войны. Ну, наверное, можно так сформулировать. Я бы, как бы, какие внес здесь немножко акценты. Они, во-первых, мы видим, что у Запада есть некоторая проблема с формулированием своей стратегии, с пониманием этой стратегии, с нахождением какого-то внутреннего консенсуса вокруг некоторой стратегии, вокруг некоторых приоритетов стратегии. И этот кризис, он может продлиться еще какое-то время и может даже ухудшиться, углубиться в ближайшие годы. Это вполне вероятный сценарий развития событий. Действительно, режим типа российского, он как бы это и вот конкретный режим Путина, это и тип режима, который возникает иногда в России, такого изоляционистка авторитарного, у которого есть потенциал для того, чтобы продолжать иррациональные политики в течение довольно длительного времени. И в этом смысле это еще одна плохая новость, что это возможно. несмотря на дисбалансы и иррациональность целей, когда у вас цели оказываются не очень значительными, а ресурсы, которые вы на них затратите, очень значительными. Это вы перекладываете издержки куда-то на следующее поколение и куда-то в будущее. И советский режим очень долго занимался тем, что перекладывало издержки на будущее. В этом смысле как бы мы не обязательно какой-то благотворный поворот наступит в следующем году и все эти проблемы будут преодолены. Такое может быть, но совершенно не обязательно. Спасибо, Кирилл. На этой неизбежной неопределенной точке давайте действительно сегодня остановимся. действительно собираемся в ближайшие недели не выходить. Возобновим наши разговоры о главном в конце августа или начале сентября. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не забывайте поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, не забывайте подписываться на канал Рерашев Телеграм, на канал Страны и Мира и смотрите нас не только в YouTube, которые могут начать еще больше замедлять или вообще отключить, но слушайте нас также на Радио Сахаров, это специальное приложение для Android и iOS, а также на всех площадках, где можно слушать подкасты. Большое спасибо и до новых встреч. Да, спасибо, и Сергей, простите, что я как-то не успел этого сказать до того, как вы попрощались и произнести эту заключительную речь, на самом деле в нашем первой теме, в теме обмена политзаключенными была важная тема, которую мы как-то не успели обсудить и она мне кажется важна. И в этом обмене я позволю себе нарушив протокол все-таки к ней вернуться я просто как-то не не нашел раньше. в этом обмене есть важный мотив, который имеет смысл обсудить и он заключается в том, что Путин не собирался выпускать Навального из тюрьмы и не собирался менять его на Красикова, в чем я абсолютно убежден, ни одной минуты не имел этого в виду, знал, что этого он не сделает, когда он говорит, что он был готов сделать, он просто обманывает. И его логика этого обмена состоят еще в том, что в отличие от Навального, который, оказавшись на Западе, безусловно, придаст российской оппозиции релацированной оппозиции осмысленное существование и организационную оформленность и активность некоторую с точки зрения Путина, тех, кого он выпускает, этого сделать не могут. И я хочу сказать о том, что те люди, которые выбрались из путинской тюрьмы и которые теперь приехали, оказались в Европе, помимо их воли, они не хотели этого, они хотели сидеть в тюрьме, как мы знаем, и я, и Владимир. Это немножко другие люди, чем они были раньше, и мы будем смотреть на то, что они смогут сделать для России, находясь вне ее, и я считаю их очень яркими людьми, которые имеют сегодня очень большой как бы запас внутренней силы, которую им дала путинская тюрьма. да, спасибо, Кирилл, за этот подскриптум, еще раз действительно стоит и просто поблагодарить всех людей, и Владимира, и Илью, и Олега, и всех за их стойкость, поблагодарить всех, кто так или иначе содействовал их освобождению, в любом случае, как бы мы политически это не анализировали, мы невероятно рады, что они на свободе с нами и действительно смогут сделать важные и полезные вещи для нашей страны и для нашего общества. Теперь еще раз как бы вторым дублем вот опять попрошу вас не забыть поставить лайки, прокомментировать, подписаться, пожертвовать нам что-нибудь на счет PayPal для поддержки нашей работы и главное возвращайтесь к нам, а мы вернемся к вам примерно через три недели. Большое спасибо. Да, большое спасибо за вашу поддержку, за помощь, за лайки. Хорошего вам августа. Все выглядит неприятно и этот сезон был тяжелым, но будущее есть и оно будет. Субтитры Продолжение следует...